Сразу о контрнаступлении вооруженных сил Украины в Луганской области. Объективные есть причины замедления. Это погодный фактор. Идут дожди, о чем вы написали также в телеграм-канале. Дождливая погода немного замедляет наступление наших защитников в Луганской области, но мы продолжаем шагать вперед. Скоро будут хорошие новости. Хотелось бы развить эту тему. Какие именно хорошие новости ожидать и как скоро? Ну, это все-таки война, но мы же верим в вооруженные силы Украины. Но не хочется, честно говоря, забегать наперед. Мы каждый день общаемся с военными. Все, что нужно, мы стараемся просто мгновенно, быстро помогать. Тут действительно, а тут это не большая какая-то тайна, дожди всегда размывают землю и техника вязнет. И это естественным путем, как в одну, так и во вторую сторону, как бы замедляет продвижение. Но, тем не менее, все идет по плану. Все, как и задумывало командование. Поэтому, ну, давайте дождемся. Я очень бы хотел, чтобы уже где-то на этой неделе мы узнали от Генштаба новые хорошие новости касательно Луганской области. Сергей Владимирович, давайте мы продолжим. Мы действительно еще поговорим, что происходит в Луганской области. Я все-таки хочу повторить. Мы уже сегодня показывали военному эксперту, но так как это возведено в Луганской области, я сейчас попрошу своих коллег, я уже подготовила, показать еще раз линию оборонительных укреплений ЧВК «Вагнеры». Вот так называемые зубы дракона. Коллеги, давайте еще раз покажем нашим зрителям, напомним, что происходит и как это возведено. Вот, вот таким вот образом. Хочу тоже, чтобы мы это с вами прокомментировали. Благодарю своих коллег. Давайте тогда продолжим с Сергеем Владимировичем наше общение. Насколько я хочу у вас уточнить, возвели недалеко от границ населенного пункта Горска и Луганской области компания «Максар Технологи», вот мы показывали, показала, как эта линия выглядит из космоса, о чем пишет из CNN. Материалы мы уже сегодня показывали. Вы уже комментировали не единожды на протяжении нескольких последних дней вот эту линию «Вагнера». Есть информация, что якобы готовится, что это будет около 200 километров. Насколько я понимаю, сейчас это всего 2 километра. И что это такое? Как вам вот эти зубы дракона? Зубы дракона – это хорошо, да. Это военный эксперт подсказал, я сейчас занимаюсь плагиатом. Это не мои слова. Это, оказывается, так называется, зубы дракона. Вот эти пирамиды, да, оказывается, называются зубы дракона. Понятно. Ну, на самом деле, слава богу, что российская армия живет еще в 1941 году. И с этими зубами дракона они пытаются как бы изменить ситуацию на фронте. Это принципиально ничего не меняет, кроме того, что у нас будут какие-то чьи-то зубы, которые помогут нам строить фортификационные сооружения, которые, конечно, понадобятся после освобождения Луганской области, потому что у нас самая длинная граница с Российской Федерацией. Ее нужно будет укреплять. Я уж не знаю, как мы будем применять эти зубы, но как-то применим. Ничего это стратегически не меняет. Конец 2022 года. Снаряды уже с GPS-навигацией. Я уже не говорю про Хаймарсы, я не говорю про другие какие-то технологии. Даже если взять как бы то старое советское вооружение и технику, то есть замечательная техника, называется БАТ. Такой трактор с ковшом спереди на базе танка. Ну, вот расчистить полосы для прохождения тяжелой техники элементарно. Ну, пехота, понятное дело, что и так пройдет. Плюс не забываем, что поддержка уже и артиллерии, и с воздуха ведется. Ну, блин, слава богу, что они такие реально устаревшие. Хотя, все равно, несмотря на то, что иммобилизированные, неподготовленные, и подход к войне у них такой еще старый советский, все равно нельзя врага недооценивать. Всегда нужно максимально готовиться к худшему развитию варианта. Лучшее оно, дай бог, само придет. Поэтому наши вооруженные силы, подход не такой, что да, там какие-то чмобики, и все, мы сейчас их быстро заберем. Нет, каждый метр земли украинской и Уганщины не исключение, а, возможно, у нас и тяжелее где-то, чем в других направлениях, то дается очень тяжело. Ну, все готовы, все все понимают. Но еще раз, никакие зубы не смогут остановить наступление вооруженности в Украине. Да, ну, зубы — это как раз те самые пирамиды, называется эта линия Вагнера. Но и, по сути, сейчас Сергей Грабский, военный эксперт, сказал, что там больше украдено, чем на самом деле сделано. Потому что сделано для откровенной показухи, для картинки. Насколько я понимаю, это похоже и в Белгородской области. Там тоже что-то уже возвели, построили, установили, не знаю, как угодно. Мы же видели, на самом деле, действительно, с воздуха. Это очень короткая линия обороны, очень короткая. Поэтому если кто-то взял на 200 километров, построил два, ну, это, естественно, в российском стиле. Коррупция — это их все. Спасибо большое за то, что они столько крадут. Нам легче. В вашем телеграм-канале появилась свежая информация о том, что в Старобельске и Северодонецке боевики требуют пропуск для выезда, которые, пропуски, трудно получить. И рубежанам, например, дали 10 дней на поиски квартир для гостей, так называемых. Очередная партия российских мобиков, опять же, так называемых, отказались воевать и попала на подвал. Пропуски для въезда, хотелось бы тут уточнить, это для кого пропуски? И какая ситуация сейчас с частично мобилизированными в Луганской области? Ну, что касается пропусков, то таким образом пытаются максимально зарежимить область, потому что все время где-то что-то у них взрывается, и взрывается очень четко. Как говорил президент, кто-то курит там, где надо. Поэтому уже и мобильную связь отключают, и интернет выключают. И что они только не делают, а все равно что-то у них правильно взрывается. Поэтому таким образом мы пытаются сделать такую внутреннюю фильтрацию, вот таким вот, такой режимной зоной жесткой на территории отдельно взятых населенных пунктов. Что касается размещения военных, то, ну, да, приходят безапелляционно вообще, дают какое-то время, несколько часов для того, чтобы люди выехали со своих квартир или домов, и все, и потом туда заезжают военные. Кому какая квартира или дом понравилась, туда и заезжают. Что касается мобилизированных непосредственно в Луганской области, ну, слушайте, это уже остатки, потому что, ну, все-таки 8 месяцев они только этим и занимались, что забирали мужчин на фронт. Ситуация достаточно плачевна, с мужчинами свободными, назовем это так, достаточно сложно. Действительно, осталось уже очень немного тех, кто работает на совсем-совсем критических каких-то коммунальных предприятиях, без которых, ну, просто бы стала бы вся инфраструктура, то бишь там, что касается воды, газа, электричества и канализации. Но это действительно единицы. У нас были примеры, когда на огромном предприятии, грубо говоря, там из 50 человек, работающих уже на грани фола, оставляли только 20. И все, остальных всех забирают. Владимир Викторович, я немножечко подсматривала, как вы реагировали на материалы, которые мы показывали из Донецкой области, из деоккупированных территорий, да, где уже заработала Укрпочта, где люди начинают получать и социальные выплаты. Я понимаю, что, возможно, в Луганской области сейчас, ну, и там протопление мы показывали, да, вот действительно невозможное будет сделано в Донецкой области. Я понимаю, что в Луганской области сейчас иная ситуация на самом деле. Но все же, насколько я знаю, вы сейчас уже определенную работу проводите для того, чтобы как только деоккупация будет продолжаться, чтобы восстанавливать жизнедеятельность на этих территориях в Луганской области. Я, насколько понимаю из информации, которую вы уже озвучивали, процессы уже идут, имеется в виду, ну, готовятся по необходимости. Скажите, пожалуйста, какие сейчас работы ведутся и насколько... Понятно, что есть процессы разминирования и так далее. Но насколько сможет сразу на деоккупированных территориях восстанавливаться жизнедеятельность Луганской области, как только врага, будем продолжать врага, вооруженные силы Украины будут продолжать выбивать из наших территорий? Ну, действительно, мы готовы и ждем только команды военных, чтобы заходить. Мы уже проговорили и, в принципе, есть полное понимание с Смелянским, главой Укрпочты. То есть, как только в какой-то населенный пункт можно будет заходить, есть мобильные у него бригады, которые заезжают на автомобилях и готовы выдавать пенсии. Дальше мы проговорили с Укрзалезницей. Это с первых дней войны наш просто надежный партнер и опора. Мы готовы гуманитарные грузы подвозить как можно ближе непосредственно к Луганской области. Дальше у нас есть по военным администрациям готовы штабы деоккупации, то бишь коллективы военных администраций, готовы заходить сразу на свои территории, тоже работать. У нас готовы команды для работы на автомобилях скорой помощи и реанимации. То же самое. Как только будет возможность, заходит команда и готова уже. Ну, пока нельзя будет, понятное дело, по проселочным дорогам ездить, пока все не будет разминировано. Но по основным направлениям будем ездить и дальше уже будем подвозить людей, если нужна будет срочная медицинская помощь. Будем вывозить их пока в другие области. Мы проговорили с операторами мобильной связи. Мы готовы разворачивать сразу связь для того, чтобы была коммуникация сразу на местах. Мы подготовили мобильные центры, центры наддания административных послуг. Ну, то бишь, вот все, что нужно людям оформление каких-то справок, каких-то документов, ну, всего чего угодно. Это мы все сразу обеспечиваем. Мы проговорили с лесниками, мы знаем, какие территории леса нужно быстро разминировать. И об этом тоже договорились с работниками МЧС, чтобы можно было резать горельник и давать людям, чтобы в зиму они нормально могли быть обеспечены дровами. Ну, то бишь, в принципе, мы только ждем команды. Каждый день я созваниваю и спрашиваю, когда уже можно будет заходить. Ну, это было 10 октября, размещен материал. Роману Кравцу вы давали большое развернутое интервью и говорили, в частности, о том, что инфраструктура полностью разбита в Луганской области и уже не из чего ее собирать. И по медицинским учреждениям вы говорили, что все больницы обстреляны, но Лисичанская и Северодонецкая работают. Какова сейчас ситуация с медучреждениями в области? Я понимаю, что мало что поменялось за две недели, но тем не менее. Да, действительно, разбиты, обстреляны больницы, но, допустим, в Северодонецке это был целый медицинский городок, поэтому какие-то здания все-таки еще остались. Но, опять же, даже после деоккупации туда входить нельзя будет, потому что неизвестно, что там оставили после себя оккупанты, что они заминируют, что они разрушат, к чему они подготовятся, как можно больше нанести потом ущерба и вреда после своего отступления. Мы знаем о том, что они демонтировали все дорогое оборудование новое, которое мы полтора года назад устанавливали, вывезли все в Луганск. Ну, это, конечно, все больно неприятно, но мы об этом даже не думаем. Мы четко понимаем, что у нас есть мобильные комплексы, мы с международными партнерами проговариваем по этому поводу. У нас есть ремонтные бригады по каждому направлению, газ, вода и электричество, которые готовы сразу заходить и делать аудит систем, чтобы понимать, нам нужны два плана. Первый – это стратегический, это восстановление всей сети, неважно чего, газа или воды или электричества в области, но это долго, дорого, но это все равно нужно делать, но нам нужно уже давать людям критические необходимые вещи, то бишь вода, свет и газ. Поэтому они будут заниматься двумя направлениями. Первое – разработка стратегических проектов. Второе – это сразу локально ремонтировать из того, что есть, и проводить людям хотя бы по воздуху, электричество, хоть как-то, чтобы люди могли нормально абсолютно жить зимой, тем более, что отопительный сезон, ну все, он уже, в принципе, начинается. Сергей Владимирович, когда с вами общаемся, как-то стараемся не спрашивать про сам Луганск. Говорим о Луганской области, но все же хочу спросить, что сейчас происходит в самом Луганске? Ну, такие настроения у них, ну, не панические, но, в принципе, близки к этому, потому что все равно есть общение с родственниками, знакомыми, с военными на территории Украины. Ну, кто-то там остался, какие-то, я не знаю, там, может быть, родители, может быть, братья и сестры, неважно. И люди, по большому счету, в принципе, понимают, что то, что говорят по телевизору – это одна история, а то, что происходит на самом деле, совершенно другая. И уже начинаются разговоры, допустим, между коллаборантами и помощниками оккупантов, уже начинаются такие разговоры, а что мы будем делать, куда мы будем бежать, а выпустят ли, а если не выпустят, то чем это чревато. Ну, вот как-то так. Особо, как бы, больше ничего, собственно говоря, и не происходит, потому что некоторые коллаборанты попытались уже выехать на территорию России, а их не пустили, развернули и сказали, едьте и защищайте свою ЛМР. Поэтому у нас есть большая надежда на то, что мы все-таки со всеми коллаборантами встретимся в Луганской области лично и пообщаемся. Кстати, хотелось бы уточнить по поводу выезда для граждан Украины. Например, из других областей, ну, в частности, вот в Херсонской, как происходит. Там нужно подавать заявку целую, заполнять ее, указывать, кому едешь, паспортные данные и так далее. Потом перевозчики, например, должны получать лицензию. Те, кто вывозит людей, оказывается, они должны по лицензии работать, причем по лицензии, которые они получают, например, в Мелитополе. Хотя где Херсонская область, где Мелитополь, но тем не менее, все так и происходит. А я понимаю, что везде своя специфика, но тем не менее, а как в Луганской области сейчас происходит процесс выезда для граждан Украины, которые хотят попасть в Украину, под контрольную территорию? Знаете, на самом деле все то же самое, тут особых отличий как бы нет. Единственное, что могу примеры привести. Люди, которые выезжают, то они по несколько дней могут находиться на фильтрации. Дальше их не выпускают. Кого-то не выпускают вообще и разворачивают обратно. И есть примеры, когда люди приезжают проведать своих родителей, которые не захотели ни под какими уговорами вообще никак выезжать. Вот приезжают женщины проведать их. И вместо того, чтобы находиться с родителями, они по 5-6 дней находятся в подвале. Их расспрашивают, зачем они приехали, кто они такие. И иногда могут даже выводить на расстрелы. Ну, то бишь, достаточно такая сейчас серьезная репрессивная машина включена. На выезд, ну, пока выезд возможен. Просто он очень сильно действительно затруднен. И еще к вашему интервью обращусь. Вот 10 октября. Вы там говорили, в частности, про кадыровцев, да, как они воюют. Вот тут просто я процитирую. Как они себя ведут, как обезьяны. И также много информации звучало о том, что, например, из Сирии наемников тоже присылают. Можете сейчас рассказать, кого Россия объективно перебрасывает в Луганскую область? В основном сейчас это свежемобилизированные россияне, неподготовленные совершенно. И огромное количество зэков. Их просто тысячами перебрасывают на Донецко-Луганское направление. Их действительно очень много. Ну, и уже достаточно немало примеров. Они там, часть сдаются в плен, кого-то просто берут в плен. Больше сдаются в плен свежемобилизированные, а берут в плен зэков. Потому что, ну, как-то заключенные все-таки ехали на эту войну с конкретными целями. Уйти от тюрьмы. Ну, и, собственно говоря, подмародерить. А информация также о зэках была, что в разных областях Украины, на неподконтрольной территории, там, то, что называется, когда их бросают на Ледний фронт, они не идут, а, наоборот, дезертируют, сбиваются в определенные банды и продолжают путь, ну, например, там, в сторону России, либо, если это говорить о юге, то в сторону Крыма. Что происходит объективно в Луганской области? Такая же ли ситуация? Такие примеры есть, но они, честно говоря, единичные. То бишь, это не массовое. Они массово погибают на фронте. Вот это да. Дело в том, что там же сзади них стоят загранотряды. Поэтому очень сложно, в принципе, ну, как-то сбежать. Можно. Примеры такие уже были. И отказники были, и те, кто сбегали, были. Но в основном они все-таки погибают непосредственно на фронте.